Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампири, Сфинляндия. Еще раз поздравляю всех с наступившим Новым Годом 2022. Ну и, конечно, здоровья желаю в самых, как говорится, первых строках. Ну и удачи, счастья, любви, если вы такую еще себе не нашли, но ищите успехов в этом. Ну и самые любимые видосики, это вопрос-ответ. Нет, я отвечаю на ваши вопросы. Ну и, конечно, вопросы настолько разные, когда выписывала, даже не знаю, является ли вот такой вопрос вопросом. Но он задался настолько во многих случаях, думаю, о, нужно выписать и, как говорится, ответить. Когда снимаю рождественское видео и говорю, что первый раз вот морковку положила в оливье, многие написали, Оля, что вы, конечно, морковку нужно класть. Это самый вот такой классический рецепт оливье с вареной морковкой. Ну и я многим написала, народ, вы не поверите, когда мои дети были маленькие, они сидели вот над этой тарелкой супа, тут же слежи, тут же сопли, тут же они вылавливали ложкой вареную морковку и просто, да, как говорится, вот такой вот есть не буду и морковка всегда плавала на краю тарелки. И приучить их есть вареную морковку, морковку было очень тяжело. Ну, как говорится, время прошло, дети мои выросли. И вот так эксперимента ради я положила немножко этой морковки в оливье. Ну, ничего, как говорится, съели, все произошло просто шикарно. Ну, если бы я сказала, может быть, что вот здесь в оливье вареная морковка, может быть, знаете, было бы тоже лицо кирпичом и сидели бы и выуживали бы эту вареную морковку на край стола. Так как я готовлю всегда на всех, у меня нету такого, что первое ест кто-то один, второе ест кто-то другой, конечно, на всю семью хочется угодить. Но вот с вареной морковкой в оливье тогда столько комментариев я получила. Большое спасибо. Ну, вот никогда ты не знаешь, в какой момент людей может зацепить. Второй вопрос. Ищу невесту в Финляндии, что нужно знать? Народ, я не знаю, почему, но вот невещу невесту, еще жениха, это, наверное, вообще такая, как говорится, тема. Я на канале столько много видео снимаю и рассказываю, и показываю на пальцах, что как нужно себя вести, какие фотки выкладывать и какие фотки не выкладывать. И тем более сейчас ситуация вот такая, что в гости вы к этому жениху приехать не можете, только интернет, только скайп, только переписка и так далее, и так далее. То есть, конечно, аферистов еще больше развелось в интернете вот в эти времена. И у меня есть очень хорошее видео, где я рассказываю, как не влипнуть в эту ситуацию, как держать марку и не начать присылать фотографии, потому что фотографию просят самые ужасные. Пришли вот в такой позе, пришли вот в такой позе. И когда девочки мне эти пишут, я говорю, ни в коем случае не посылай никаких фото. Это, конечно, да, колхоз дело добровольное, посылай, если хочешь. Но, на мой взгляд, эти фото могут потом гулять по интернету, и никогда ты не знаешь, где они всплывут и в каком контексте. Не хотела бы я, конечно, никого обижать, но иногда люди просто ведутся вот на такое, что люблю, не могу, давай присылай фото, поженимся и так далее, и так далее. И получится, что хочешь как всегда, а может получиться и наоборот. И я говорю в каком-то видео, и я считаю, да, мужчине легче найти финку, но единственное, вы должны опустить свою планку, потому что если вы живете, например, в Российской Федерации, в Украине, да, женщины очень есть красивые, достойные. Я не говорю, не имею в виду, что финки только вот такие толстые, страшные и так далее. Нет, финок тоже всяких разных есть в интернете. Ну, если вы поставите себе планку, вы хотите мисс Тампере 2000 года, да, конечно, искать ее вам придется очень долго, но если вы планку опустите и захотите познакомиться с обыкновенной, скажем так, дамой, и финки много раз бывают а-ля натурель, то есть внешний вид для них вообще, как говорится, это вообще другая история. Главное, чтобы человек был хороший и с хорошим сердцем, а внешний вид это никакое не табу, поэтому если финскую даму вы ищете, не завышайте планку, планку опускайте сразу низко, и лучше найти вот такого хорошего душевного человека, а если даже она будет какая-то мисс Тампере 2000 года, я думаю, может быть, она и не окажется тем, чем, что вы, как говорится, ищете. Следующий вопрос. Сколько русских магазинов в Тампере? Многие смотрели русский магазин-обзор другого блогера и подумали, что русских магазинов в Тампере много. Народ, русский магазин в Тампере один. Да, конечно, я думаю, многие улыбнутся. Если мужчина делает обзор, конечно, его обзор совсем другой, какой обзор делаю я. Магазин этот находится в Херванта, и про это тоже много спрашивали. В инфобоксе есть адрес этого магазина. Пожалуйста, набирайте, смотрите по карте, где он находится и так далее. Ну и, конечно, если вы интересуетесь, в центре Тампере на Хаменпусту есть эстонский магазин. Он, конечно, малюсенький, но я думаю, если вы какие-то продукты ищите, это тоже все есть. Про этот магазин тоже спрашивали. Я, к сожалению, обзора из этого магазина не делала. Четвертый вопрос пришел мне с другого канала, и я поняла, что человек спрашивал там, и не получив ответ, я зашла, написала этому товарищу туда, ну, видно, был не понят или понял, или это уже совсем другой человек, который спрашивает, я тоже немножко не поняла, но ответ все равно хочу дать. Значит, вопрос был вот так поставлен. Если в Финляндии купить недвижимость, ну, опять же, какая недвижимость? Квартиру вы хотите покупать, завод, дом, какая недвижимость? Это нужно, конечно, уточнять, какую недвижимость вы покупаете. Дает ли финское государство постоянное место жительства? Нет, не дает. Вы можете купить, да, пожалуйста, у вас будет виза, вы можете приезжать в эту свою квартиру, но вот опять же, я не знаю, если вы покупаете недвижимость, завод, и вы собираете работать на этом заводе и владеть этим заводом, это совсем другая ситуация. И в Финляндии нужно жить 4 года постоянно, чтобы получить постоянное место жительства. Так что, конечно, если вы вопросы какие-то задаете, народ, пишите более развернуто, более подробно. Недостаточно написать, хочу купить недвижимость в Финляндии, дадут ли постоянное место жительства в Финляндии. И как вот на такой вопрос можно ответить? Да, конечно, просто никак. Как пальцем тыкнуть в небо? Всегда нужно уточнять, что вы спрашиваете. Пятый вопрос тоже пришел с другого канала, там девушка ответить на этот вопрос не могла, ответ пришел ко мне. Вот бывает так, люди смотрят какого-то ютубера, задают вопрос, там ответа нет, и они ищут, кто может дать ответ. Но вот я, как говорится, тоже удивилась. Сбербанк Россия, есть ли конторы в Финляндии, и так далее, и так далее. Нет, Сбербанка Россия, в Финляндии контор нету. Я вообще удивилась такому вопросу. Ну, я не знаю, может быть, действительно, где-то в какой-то стране Сбербанка конторы и есть, в Германии или еще где-то. Нет, в Финляндии Сбербанка контор ни разу не видела. Может быть, в Хельсинки есть? Нет, в Тампере 100% нет, ни разу не видела. Шестой вопрос. Имею натуральную шубу. Если приеду в Финляндию в гости, можно ли будет в ней ходить? Вы знаете, про шубы спрашивают, ну, не знаю, как начинается зима. Вот этот вопрос про шубы задают постоянно. Я считаю, что ходить можно, если вы сами не вот такой экоактивист и, как говорится, натуральный мех. И если вы слышите, кто-то говорит, ой, да что вы в шубах только, ходят выходцы из бывшего СССР, народ не верьте, финки тоже есть очень интеллигентные, ровы, вот такие дамы в шубах, конечно, в призму и в сетимаркет в шубе вряд ли кто пойдет, но, например, если какой-то концерт или какие-то дни рождения, на похороны, очень часто финки одевают длинную норковую шубу, особенно женщины, как говорится, благородного возраста, но в Финляндии поменялась немножко шубная тема и просили, Оля, если у вас салон шубных изделий в Тампере, у нас есть два салона, к сожалению, в один салон не попасть, там вот так вот под ключ этот магазин открывают только по звонку, потому что боятся зеленых вот этих активистов, если они ворвутся в магазин со спреем и испортят эти шубы, поэтому нужно звонить, договариваться, если, конечно, вы хотите узнать, какие цены на шубы в Финляндии, я, пожалуйста, попрошу, если дадут снять, сниму, если нет, могу просто пойти, как говорится, вот так витрины поснимать и там стоят у нас цены, но у нас был большой магазин Саммун Туркис, он, к сожалению, закрылся много лет назад, я имею тоже из этого магазина шубу, там был большой магазин, большие хранилища, холодильники, у кого не было возможности хранить шубу дома, хранили там, ну и многие теперь фирмы отказались от натуральных мехов, животных, которые содержатся в клетке, то есть норка, песец и так далее, и так далее, только супикойра, по-фински называется, по-русски называется енот, вот енота можно использовать, только вот такое животное, а те животные, которые выращиваются в клетках, они, к сожалению, запрещены были вот этими активистами, и несколько лет назад, перепрыгну еще на другую тему, у нас там перед есть с арканьями, вот такой хуви-пойсту аттракционов, и у нас там был развлекательный центр, где содержались дельфины, и дельфину Вера, по-моему, девочку звали Вера, перевезли в теплые страны, потому что активисты тоже подписывали вот такую петицию, что дельфинов держать в неволе нельзя, да, если вот такие начинаются, как говорится, собирать петиции, люди борются, чтобы все было эко, и, конечно, животное должно содержаться в другом контексте они вот в такой неволе, я удивилась, потому что в Швеции есть, мне кажется, эти дельфинарии, но вот в Финляндии, к сожалению, дельфинарии закрыли. Следующее, есть ли в Финляндии дети с синдромом Дауна, никогда не видели, народ в Финляндии с синдромом Дауна дети есть, отношение к ним, как к простым детям, они могут ходить в простой детский сад, смотря какое развитие, они могут посещать и школу, и, как говорится, к сожалению, у меня ни у кого у друзей вот таких детей нету, даже не могла поспрашать, что, какие ограничения есть, какая помощь от государства и так далее, но часто я вижу в магазинах, они у нас нигде не спрятаны ни по каким интернатам, да, синдромом, Дауна, в Финляндии дети есть и недалеко от Тамперы есть вот такой Улянен, Хойтукоти, по-моему, так он называется, вот такой пансионат, куда, конечно, если родители путешествуют или им нужно взять отпуск от ребенка, они имеют право в году на определенные недели отпуска этого ребенка отвозят вот в такой пансионат, ну, конечно, да, это тоже все здорово, если нету родственников и родителям нужен отпуск, конечно, тоже это все здорово, что вот так устроено. Если чек пробили неправильно, куда жаловаться? народ всегда в любом маркете, в призме, в сети маркете и так далее есть инфо, если вы с этим чеком подойдете, если есть у вас товар, конечно, товар можно показать, они сразу сканируют, что вам пробили правильно, неправильно, даже если товара нет, вы, например, в следующий раз пошли в магазин и вы подходите и у вас, если есть еще фотка, вот вы купили, например, какой-то югурт и он должен быть вот такой цены и вам пробили неправильно, конечно, вам принесут 150 раз извинений, вернут эту разницу, то, что было пробито неправильно, если товар был некачественный, например, вы купили и там была негерметичная упаковка и может быть какая-то плесень или что-то в этом духе, да, фотографию можно сфоткать и этот югурт в принципе нести в этот магазин не надо, но если вы хотите в полиэтиленовый пакетик можете положить, опять вам принесут 250 раз извинения и вернут, конечно, сумму за то, что вы потратили и раньше было в призме в сети маркете Кахви купонки вот такой талончик на кофе, они всегда приносят извинения и дают вот на этот талончик, чтобы вы пошли выпили кофе с булочкой, это было раньше, не знаю, к сожалению, работает ли это сейчас, не у кого спросить, но я помню, когда у меня приятельница работала в мясном магазине, она всегда говорила, что вот эти талончики люди получают и рядом с мясным отделом в сети маркете большая кафетерия, вот там люди всегда отобедывают, если что-то им пробили или продали неправильно и это не стыдно, не стыдно думать, что ой, если я пойду с чеком, что обо мне подумают и будут смотреть на меня косо, а если я еще по-фински плохо говорю, народ, не парьтесь, можете идти и даже если по-фински вы плохо говорите, пальцем можно всегда ткнуть, показать, что пробито неправильно, если еще есть телефон, сделать тот же скриншот или фоткнуть, что вы купили и всегда можно подойти никакая не проблема и 250 раз они перед вами должны извиниться, потому что обслуга всегда на высшем уровне, если какой-то продавец вам сделает морду кирпичом, значит, жалуйтесь, пишите в их интернет, что вас обслужили неправильно, недостаточно, вот как говорится, как должны были обслужить этому человеку в ломер по первое число. Нет, в Финляндии настолько все должно быть тип-топ и если даже у этого продавца плохой день, понедельник, знаете, бывает, вот приходишь на работу и понедельник день плохой и первый клиент, который принес что-то вот такое неликвидное и требует вернуть деньги, еще некоторые требуют очень громко, бьют себя кулаком в грудь, что потратили время, потратили бензин и в этот магазин они больше не придут и поэтому если вы будете вот второй человек после вот такого, конечно, да, вы получите, продавец может и сорваться, но это бывает очень редко, я не знаю, может быть, случаев пересчитать на пальцев, когда вот такое хамло, как говорится, перед тобой стоит, обычно извиняются и 250 раз кланяются и улыбаются, хоть может улыбка это быть такая сквозь зубы, но все равно улыбаться будут, так что не расстраивайтесь, если чек пробит неправильно. По поводу рекламы, да, по поводу рекламы тоже спрашивали, Оля, берете ли вы рекламу и рекламируете ли вы товары? Народ, ни разу еще рекламы мне не предлагали, у меня есть в описании канала моя почта и туда, конечно, можно написать, но я удивляюсь, сколько я получаю туда вот такой фейковой рекламы, нажмите на нашу скидку и вы выйдете к нам в интернет магазин и вы выберете вот этот вот этот товар, но вы помните, народ, у меня стоит программа, никакие скидки, к сожалению, на моем канале не прокатывают, они сразу улетают в спам, я помню, несколько блогеров записывали видео, вот точно так же им пришла такая скидка, они нажали и весь канал улетучился, я безумно вот такой чайник, боюсь всегда нажать на то, что не знаю и когда мне присылают вот такую рекламу, нажмите вот сюда на эту скидку и вы попадете в наш интернет магазин, я, конечно, удаляю, даже не читая и если вы мне пишете туда какие-то личные сообщения, народ, эта почта стоит для рекламы, но не для переписки со мной, если вы что-то пишете, пишите в личку. Следующее, как финки убирают дом на Рождество, у меня есть очень хорошее видео, я рассказываю про это несколько раз и говорю, что много раз финки не делают генеральной уборки, в Финляндии много фирм и как начинается, наверное, недели 4 до Рождества, почтовый ящик заполняется рекламой, пригласить Йоу, Сивоус, вот такую рождественскую уборку, цена гуляет, ну просто, вот, можно найти очень бюджетно, можно заплатить просто как открыло от самолета, последняя реклама, что я видела, это было 30 евро в час, и, например, моя соседка, я про это тоже рассказывала, вот такая пенсионерка, у меня есть очень интеллигентная соседка напротив, учительница, она живет одна в двухэтажном доме, и у нее взята вот такая фирма, она предупредила нас, соседей напротив, соседей рядом, и соседей с той стороны, где она живет, чтобы люди не вызвали, как говорится, полицейских, потому что два молодых человека раз в неделю приходят, вытряхают ей ковры, половики, трясут постельное белье, проветривают и так далее, и так далее, да, если вот такие люди, ты видишь в доме, где знаешь, что прекрасно таких людей не может быть, там живет вот такая бабулька, пенсионерка, да, люди могут очень быстро вызвать, как говорится, что приедьте, посмотрите, кто трясет одеяло и половики, поэтому она прошла и рассказала, что она взяла вот такую помощь, и так как у нее есть уже возраст, она имеет право сделать налоговое уменьшение, я не знаю, делается это каждый месяц или после каждой уборки или раз в году, вот это веро вайнуш называется по-фински, мне когда потеплеет, я ее вижу, я могу спросить, если у вас есть пожилые родители и вы хотите им нанять вот такую уборку, помните народ, 24% вот этого налога можно вычитать после счета, который вы заплатили за эту уборку, ну там есть определение ограничения возраста, то есть 18-летний человек такую уборку себе нанять не может, там должен быть возраст вот такой пенсионный, ну и следующий вопрос был про алкоголь, я иногда когда читаю, ну вы знаете, конечно да, обидно мне, что люди пишут, что вот финны считаются на третьем месте, какие они все алкоголики и не забывайте того, что может быть конечно какая-то статистика и есть, но покупают финны алкоголь и что у них хранится, как говорится, вот в таком баре, как и вот в таком барном шкафчике или все это выпивается, вы же не знаете, да, конечно могут покупать, ну вот например у наших друзей, у наших соседей очень большие барные стойки, где хранится алкоголя столько, там можно просто напоить целую капеллу бандуристов и при том ни один день, ни два дня, ни месяца, ни два, то есть если этот алкоголь покупается, выпивается ли он, как считается эта статистика по покупке алкоголя, по сданным бутылкам, непонятно мне, но когда говорят, что финны стоят на третьем месте по употреблению алкоголя, честно думаю, что не уж такие финны и алкоголики, немцы тоже наверняка пьют это пиво, и шведы пьют, и все остальные тоже пьют, кто у нас не пьет, больные, нет, как этот в фильме был, трезвенники и язвенники только не пьют, да, следующий вопрос был про квартиры, и я, конечно, выписала себе, потому что я, если такая тема интересует, я могу записать целое видео, у меня приходила приятельница перед Рождеством вот так попить глюки с булочкой, и она рассказала свою историю, я могу ее рассказать, конечно, без имен, прошу прощения, без имен, без каких-то подробностей, адресов и так далее, но упадете в обморок от этих сумм, и они судились, два года они продали свой дом, и там были проблемы, и вот эти новые владельцы подали в суд и хотели вернуть эту сумму, которую они заплатили, ситуация у меня прямо холодной, знаете, такой, как мурашки по телу, когда я слушала, ну, слава Богу, что все, как говорится, закончилось вот так, не так болезненно, как могло закончиться, но когда люди думают, ой, ну финны-то такие законы послушные, и вот если я в Финляндии куплю недвижимость, да кто меня обманет, кто меня кинет, и наверняка все будет, вот как говорится, по закону, да, конечно, по закону будет, но теперь в законах столько много лазеек, и даже по телеку была передача, что народ, помните, все, все, что вы подписываете, подписываете вы сами, и, конечно, отвечать должны вы тоже сами, ну и про квартиры, когда я снимаю видео про недвижимость, всегда спрашивают, Оля, какие цены, и так далее, и так далее, и помните, народ, у нас продавцы квартир, недвижимости, и так далее, у них есть вот такое образование, не то, что просто человек думает, о, ну вот мне нечем заняться, не начну ли я продавать квартиры, нет, образование должно быть, и у него должно быть вот такое образование, которое должно регистрироваться в Финляндии, значит, если ты покупаешь квартиру, ты плати, прошу прощения, да, если ты покупаешь квартиру, называется по-фински, керуштало, я говорю по-фински только из-за того, я знаю, что меня смотрят люди, которые живут в Финляндии, или в Эстонии, они понимают по-фински, и многие говорят, Оля, прям выписываю за тобой, чтобы научиться и запомнить вот эти фразы, если вы покупаете керуштало, квартиру, например, покупатель платит 2% вот с этой стоимости, и если вы покупаете омакотитало, то есть свой дом, покупатель платит 4% со стоимости квартиры, дома, прошу прощения, когда я делаю обзор, я про это не говорю, и там, наверное, был какой-то человек, который немножко больше разбирается, чем я, спасибо большое, что вы написали, я думаю, о, вот это в следующий раз нужно будет огласить, и помните, если вы покупаете, например, квартиру за 50 тысяч евро, и через год вы продаете ее за 100 тысяч евро, не прожив в этой квартире 2 года, вам нужно будет заплатить вот такое веро с Войто, вот с этой выгоды, то, что вы получили, но если вы жили в этой квартире 2 года, там есть тоже целый список, кто с вами должен жить в этой квартире, живете вы один, живет парискунта, то есть муж с женой, если есть несовершенные летние дети, там прям списочек стоит, какие условия должны быть, чтобы налога не платить, если вы в этой квартире жили 2 года, вот это тоже многие не знают, и они думают, ну вот я сейчас куплю, сделаю ремонт, быстро продам, и куплю следующую квартиру, и когда вот этот налог с этой выгоды начисляется, у людей просто опускаются руки, я считаю, что если вы вот таким бизнесом в Финляндии хотите заниматься, начинать покупать дешевые убитые квартиры, ремонтировать, и потом их продавать, всегда узнавайте, что для этого должно быть, ну и конечно вот эти 2 года, вообще себе нужно фломастером написать на лбу, чтобы не попасть вот на эти налоговые деньги, которые нужно заплатить, если вы не жили, не жили в этой квартире 2 года, ну и у нас есть для молодых, там тоже есть целый список, кто этим может воспользоваться, если, например, человек, который живет в Финляндии, хочет купить первую недвижимость, например, квартиру, он может купить безналоговая, но там тоже есть целый список, какие критерии должны соблюдаться, то есть определенный возраст, он не должен иметь квартиру, и так далее, и так далее, то есть не думайте, что, о, ну вот это моя первая квартира, я получу скидку, нет, всегда читайте, какие параграфы должны быть, и я помню, когда мы с мужем жили в Писпола, у нас сначала была двухкомнатная квартира, и мы купили с ним трехкомнатную квартиру, так как это у меня была первая покупка жилья, я до этого в Финляндии жилья не имела, вот мы получили тогда эту скидку, веро, вот это налоговое обложение, потому что это у меня была первая покупка жилья, то есть очень много всего нужно знать, но если вы в Финляндии вот так живете, и вы таким интересуетесь, спрашивайте не у соседки тети Люси, и у дяди Муси, а спрашивайте у людей, которые действительно имеют компетенцию вам ответить, и мне всегда так удивляет, когда такие серьезные вопросы спрашивают у блогера, который в Финляндии не работала ни в каком представительстве, вот таком, который продает квартиры, дома, или работала в Келла, она знает финские законы, нет, если человек в Финляндии был уборщицей, а вы спрашиваете вот про такое серьезное, это вообще, иногда я читаю и диву даюсь, что люди могут спрашивать, о, как говорится, блогера, ну и следующий вопрос, я думаю, что я покажу себя, посмотрите, народ, у нас ужасно похолодало, ну вы понимаете, почему я не ношу шерсть, вот я сижу, и у меня уже красная шея, вот такая кофта, у меня чистая шерсть, сангоры, какая красота, раньше, которые вещи продавались, и написано, Мадеин Италия, мы все прекрасно понимаем, что они сделаны в Италии, вещь, вот такая натуральная, водопадом, как мне всегда нравится, вот эту пуговку, можно переколоть, куда вы хотите, она вот такая съемная, хотите закалиться, вот здесь, хотите закалиться,